Я вам всем хочу пожелать хороших праздников и всего хорошего. Поздравляю с Новым Годом и с Рождеством. Желаю всего хорошего. Да, все нормально. Я день через минутку начну. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Атаковских игроков и защитников, и нападающих, что... Яхин. Менчане продолжают в чужой зоне находиться. Лайна. Хорошая передача защитника. Низкая 3-1. На лапе угловой не забивает в ранних составах защитники. Забил я, Низкая. Финский гол получился, потому что Хэм Лайна сделал эту передачу. Ну и как страницкого совсем забыли, спартаковцы, что бросок, и, вернее сказать, шальчат у него. Ну и, кстати, меньше двух пропущенных шальчат средним. Это нормально. Так не хочет браться Низкого с Ружечкой. А Ружечка сейчас получит штраф просто за то, что Краде сбросил. Не надо этого делать раньше времени, если соперник вызову не принимает. Как в данном случае. Ну, это смотрю, что здесь было. Я, вы знаете, думаю, что не здесь, конечно, этот момент начался. Ну, тут, конечно, не про кружечку, вот если смотреть, да? Если смотреть то, что нам показали. Но я уверен, что это не первый их вообще единоборств. Но это кончатный счет. Тогда у нас еще тренировка. Минская Динамо выбрала это Спартака и Бират Рожен. Что мы включили за поражение Октябрьского в Москве. Я напомню, что в первом периоде Джофф Платтера лидовал Гулит. Открыть счет матча. При этом незадолго до этого такую же возможность обнестил Спартака лиц Анатолий Никольцев. Его шкафной бросок отразил Галкикер. Во втором периоде с Бенекирда забил в большинстве ассистировал ему лидер Пивко. И, наконец, в начале третьего Яна Мийского. После передачи Пивко и Лайна забил третий гол. 3-0. Вот еще очень хорошая традиция награждать лучших в Брэйову по итогам матча лучших в каждой команде. В Спартаке это Брэн Курадзилович в составе львинской команды. Ларс, его фамилия, призывающие болельщики очень громко, очень дружно. И ему отдельное поздравление, потому что это первый сухой матч норвежца в нынешний.